Выступление российской певицы Зимфиры в столице Грузии стало поводом для бурной реакции в обществе. Продюсер Осип Пригожин эту историю просто назвал дешевым пиаром певицы, которая в последнее время, по его мнению, перестала быть медийной личностью. Это часть такого а-ля протеста, понимаете, типа я такая, типа одна, и я типа вот, 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 я особенная, а вы все говно. Вот это, это вот так. Понимаете, серые массы не внушают доверия. Вот это она поет в своих песнях. Мы серая масса, а она типа отдельно стоящая единица. Она может себе позволить сделать украинский флаг, вынести украинский флаг в Грузии, будучи гражданкой Российской Федерации, да, позволить себе это. Она может. И ничего из этого не будет. Теперь в российских городах Земфиру не ждут. Как утверждает руководитель одного из крупных концертных агентств Севастополя, после выступления певицы в Тбилиси с украинским флагом, крымчане просто не пойдут на ее концерты. Каждый человек имеет право выбора. Любой житель планеты имеет право выбора. В свое время жители Севастополя сделали выбор, а Земфира вчера сделала свой выбор. Ну, возможно, не вчера. И я думаю, что ее выбор жители Севастополя не поддержали бы. Я, ну, нельзя сказать провально, но я думаю, что на фоне всех событий зритель, наверное, не пошел бы так активно, как мог. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге. Мы осенью или ближе к зиме хотели с партнерами действительно сделать большой концерт, потому что когда-то в Санкт-Петербурге певица собирала неплохие залы. Ну, вот буквально вчера, узнав эту ситуацию и что происходит, ну, сразу же и я передумал абсолютно, и партнеры мои точно. Поэтому сейчас точно концерта такого не будет, лично от меня и от тех, кто тоже хотел организовать. Остальные, мне кажется, тоже откажутся, потому что ситуация всем понятна и ясна. Это далеко не первый в карьере Земфиры скандал. В прошлом году она поругалась руководством Первого канала из-за использования своей песни на Олимпиаде в Сочи. Аж дважды в 2007 и 2010 пыталась доказать журналистам, что не имеет ничего общего с запрещенными веществами. Юлия Шустрая напомнит самые нашумевшие инциденты. Танец Земфира с украинским флагом обсуждают, осуждают и даже объясняют. Вот не зря она мне никогда не нравилась. Под этим флагом убивают мирных жителей, он весь в крови невинных жертв. Россиянам, поддержавшим Украину, следует сменить гражданство на украинское и жить там, налоги платить. Иначе шутовской пиар. Если бы флаг Украины не ассоциировался с насилием и убийствами, то и на здоровье. Впрочем, наш рок не отличался вкусом. Потерялась, видимо, Земфира. Надо было кому-нибудь ей объяснить, что она не на Украине или что флаг этот не грузинский. Неизвестно, что она вкладывает в это. Каждый имеет право на заблуждение. Ну пристали к Земле. Заплатили за тряпку, помахала, привязала. На хлеб заработала с маслом. Пусть ест и не давится. Забыли Земфиру. Вот дешевый пиар она и сделала. Глупо очень. Во что ты превратилась, Земфира? Музыка же, вне политики. Я прекрасно понимаю, что она делает и для чего она делает. И вот этот вот рояль в кустах из зала, ну не случайный. Если хочет человек, чтобы о нем начали говорить. Вот о Земфире сейчас говорят. Вы думаете, ей это не нравится? Нравится или нет, обсуждают поступки Земфиры с завидной для многих звезд регулярностью. И это всегда громко. Один из последних случаев – Земфира В.С. Эрнст. Певица заявила, что ее песню незаконно использовали на открытии Олимпиады в Сочи. И выложила гневное обращение на своем сайте. Первый канал проигнорировал все возможные договоренности и использовал мой трек без согласия. Это прямое нарушение авторских прав. Это беспредел. Открытие отличное. Костя, поздравляю. Ну что это за ***? Вы делаете все, что хотите? Этот спор сошел на нет после того, как генеральный директор Первого канала пригласил Земфире встречным иском. А вот конфликты с газетой «Твой день» в 2007 и порталом «Лайф-шоу Биз» в 2010 дошли до судебных разбирательств. Журналисты утверждали, что на снятых ими кадрах Земфира нюхала кокаин. Певица настаивала, кадры плохого качества ничего не доказывают, но порочат ее доброе имя. Другие инциденты с участием рок-певицы, хоть и не менее громкие, в кадр обычно не попадали. Она устраивала сцену в аэропорту, требуя высадить из самолета группу «Звери», дралась с охранником супермаркета, клипмейкером Ириной Мироновой и телеведущей Ксенией Собчак. Не один раз разбивала камеры журналистам и покрывала их крепкими словами. Но может, на то она и девочка-скандал? Я девушке сказал, девушка у вас быть мое. Я засадал, нас с тобой не успеть, но мне. Юлия Шустра, Life News.